Два соревновательных дня Два соревновательных дня Первая проба трека для мячей завершилась очень удачно. Бронза и местного гонщика Владимира Бурлевича Столько народу. Поддержка, конечно, немного психологически тяжеловата, что все тебя поддерживают, все хотят результата, но самое главное собраться и показать результат. Я думаю, я это сделал, но можно было и лучше. Третье место Владимира в элитной группе стало лучшим для россиян результатом на первом этапе Омск Оупен. Обильно поливший трассу перед самым стартом полуфинальных заездов дождь, конечно, добавил соревнованиям интриги и зрелищности, но победу в итоге разыграли между собой те, кому это было положено по статусу. Постоянные обитатели верхней части мирового BMX рейтинга – француз Калерон и японец Нагасака. В первый день лучшим стал француз, сутки спустя победил японец. Сегодня приехали спортсмены из Белоруссии, Франции, Японии, то есть те, кто участвуют, сильнейшие олимпийские призеры. Мы очень горды, и, конечно, сборная нашей России, сборная Омской области, которая будет достойно здесь выступать. Поэтому прекрасная трасса в преддверии открытия нашего велотрека, который строили долгожданный. Поэтому у нас сейчас есть и развитие, будем говорить, фундамента велоспорта BMX, спорта, будет велотрек, ну и шоссейные гонки, которые также у нас были в традиции, есть свои олимпийские чемпионы. На второй турнир организаторы планируют пригласить еще больше именитых спортсменов. Для омских любителей BMX это только плюс, значит, ровно через год на трассе в Ростовке будет еще интереснее. Продолжение следует... Продолжение следует...